Приятного аппетита. Смерть — это последняя игра, похожая на Рогвеллика, выпущенная в жанре Рогвеллика, жанре, который приобрел гораздо большую популярность за годы таких названий, как Хэдис, Слейз и Спай, или Риск оф Рейн, чтобы войти в Гнджон. На самом деле, это просто слишком много удивительных игр. Все игры, в которых упоминался Бафф, являются названиями Стелла, и я мог бы весь день говорить о некоторых из них, например, о том, как Аэтт получил множество наград в играх, которые вполне заслужены. Количество любви, вложенной в Годеса, легко понять, если бы я не ожидал меньшего от Supergiant Games, создателей Годеса. Сейчас, сейчас, сейчас. Это видео не об Аиде, но оно о приятной смерти от Magic Design Studios, игре, выпущенной в раннем доступе в Steam 8 марта 2022 года. Я знаю, что многие люди, возможно, не являются поклонниками раннего доступа, но мы только что говорили об игре 80-х, и я обещаю, что это будет последний раз, когда мы говорим об этом. Но у него также был очень длительный жизненный цикл раннего доступа, который начался в 2018 году, и он не был полностью выпущен до 2020 года. Так что желаю тебе хорошей смерти. Разве это лучше, чем ад? Это чертовски глючит в первый день. Хорошо, я помогу тебе ответить на все эти вопросы и расскажу тебе все, что тебе нужно знать. Во-первых, давай внимательно посмотрим на создателей игры. Magic Design Studios. Благодаря моим исследованиям я смог найти одну из созданных ими игр под названием Unruly Heroes, которая была выпущена 23 января 2019 года. Это приключенческая игра на платформе, в которую можно играть в кооперативе. Я буду честен. Я даже никогда не слышал об этой игре, но движение в бою кажется плавным. Это немного напоминает мне о приятной смерти, что удивительно. Но это относительно небольшая команда, состоящая чуть более чем из 20 человек и расположенная во Франции. Хорошо, мы встретили команду, стоящую за ними. Об этом было ни о чем говорить, но давай поговорим об их игре сейчас. Это их игра. Счастливые смерти. Это было первое объявление во время Game Awards в декабре 2021 года. И я не знаю, как вы, но для меня это был кульминационный момент всего шоу. Минус Метроид пытался выиграть лучшую экшн-игру. У них украли игру года, но у меня есть хорошая глубина, которая говорила со мной из-за ее оргалических аспектов, симпатичной графики и плавного движения. Теперь перейдем к игре. Вот предыстория. Ты играешь за смерть. Ты знаешь того парня, который будет рядом, когда ты умрешь. Ну, их сотрудники бесчинствуют в Death Inc. И разрушающие равновесие душ. Так что хватай свою верную косу, чтобы все исправить. Теперь есть много вещей, которые нужно узнать об этой игре, и я не хочу слишком много портить. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы объяснить все быстро и точно. Это похоже на рогалик, так что там много чего есть. Так что пристегнись. Давай поговорим о главном пункте первого билета — бой. Мой первый опыт работы с этой игрой был в первый день раннего доступа. И я расскажу тебе о боях и движениях в игре. Это прекрасно течет. Твое главное оружие — коса, которая сама по себе обладает множеством способностей и большим потенциалом для отличных комбо. И ты даже не смог обновить его с помощью игровой валюты, к которой мы немного вернемся. Движение в бою действительно напоминает мне движение в бою из Hollow Knight, которое является еще одним шедевром видеоигры. И как и Hollow Knight, ты можешь часто умирать от боссов, но тебе нужно изучить их наборы ходов, чтобы знать, когда наступит подходящее время для атаки. И то же самое относится и к обычным врагам. Ты получаешь много урона в игре, и у тебя не так много возможностей исцелиться, если ты не подберешь какие-нибудь предметы. И мы также поговорим о предметах и проклятиях во втором классе. Их много, но давай сейчас закончим разговор об оружии и уроне. Вместе с твоим сайтом ты получаешь еще два слота для оружия, которые можно менять местами во время твоего бега. Каждое оружие, которое не является вашим сайтом, либо будет иметь перезарядку, либо будет стоить вам маны, которая является просто магией. И она восстанавливается автоматически и очень быстро. Лично мне не удалось попробовать каждое оружие, но я верю, что существует уровень для оружия, основанный на его цвете, когда вы его берете. Я верю в это, потому что некоторые виды оружия были просто не так полезны по сравнению, знаете ли, с этим оружием, где у меня метеориты падают дождем с неба, легко убивая врагов. Это намного лучше, чем кунай. Теперь вместе с этим оружием у тебя есть еще одна атака твоей косой, которую ты можешь использовать, когда твой счетчик ярости заполнен, который находится прямо под твоей косой. Это наносит кучу дерьмового урона, и очень полезно, чтобы помочь очистить комнату с большим количеством врагов. И, наконец, у нас есть тире, которая не наносит урона, но может помочь вам уклоняться от снарядов и легко обходить врагов. Ты можешь понять, почему это напоминает мне Hollow Knight, но вот одна вещь, которая не похожа на Hollow Knight, и это исцеление. Давай поговорим о предметах, которые ты получаешь в валютах в игре. Теперь на протяжении всей игры на врагов будут падать полезные предметы. Некоторые бросят желтую или синюю основу, которая называется нема. Нема, которая немного исцеляет тебя, когда ты этого хочешь. И тогда некоторые враги уронят кофе, что является просто чистым исцелением прямо здесь и сейчас. И тогда некоторые враги бросят салари. Они сбрасывают много вещей, но салари — одна из трех валют. И не волнуйся, валюты очень легко понять. У нас есть солнечная энергия и премиум, которые можно использовать для улучшения твоего оружия с косой или покупки предметов в магазине. И тогда у нас есть валюта в богах, которая используется для разблокировки оружия, которое выпадет во время ваших пробежек. После каждого пробега ты зарабатываешь в богах, и можешь потратить их на любое оружие, которое захочешь получить. Но забавно то, что каждое оружие может стать экспоненциально дешевле, выполняя определенные задачи, такие как убийство врагов. На мой взгляд, это забавный способ повысить играбельность. Некоторые люди сказали бы «О, это раздражает». Кого это волнует? Это игра. Хорошо. Ты можешь идти в ногу со всем этим. Хорошо, хорошо. Осталось обсудить еще пару вещей. Ты отлично справляешься. Давай быстро поговорим о проклятиях, это звучит пугающе, но пожалуйста. Я ел бутерброды с тунцом пострашнее этого. Проклятие — это улучшение для твоего персонажа, которые предоставляются тебе от НПК. У тебя есть три варианта на выбор — красные, синие или желтые проклятия, и каждый из них имеет разные преимущества. Я не собираюсь рассказывать тебе все до единого проклятия, потому что это просто не весело. Это просто немного освежает тебя. Вот и все. Есть также предмет, который позволяет тебе повторно бросить одно из проклятий, когда я играю в игру. Я лично сравниваю проклятия с благами и адом. Есть отличные улучшения, которые помогают тебе во время бега, но как только ты умираешь, они исчезают. Хорошо, милый, не волнуйся. Нужно обсудить еще только одну вещь, и это несложно. Давай поговорим о карте игры. В принципе, сколько контента мы получаем. Я буду честен с тобой на 100%, я не знаю. Я добрался только до третьего уровня игры, так как некоторые боссы просто очень сложны. Но на каждом уровне, кажется, всего шесть комнат. И в конце каждой комнаты ты выбираешь, в какую комнату хочешь перейти следующей. Что-то вроде 80-х. Всего здесь семь комнат, и у каждой есть свои преимущества, такие как улучшения, достигнутые предметы, и все такое забавное. А еще есть мини-боссы и обычные боссы. Это много для игры за 12 долларов, но это мошенничество, как много контента по дешевой цене. Но при этом, даже за первые 4 часа моей игры, я заметил несколько вещей, которые можно было бы улучшить. И я знаю, что это ранний доступ, так что они, вероятно, будут улучшены. Но вот мы и пришли. Вот что я думаю. Я чувствую, что в предметах отсутствует последовательность. Это действительно делает игру более сложной. Мне нравится тяжелая игра. Я знаю, но иногда мне кажется, что я не получаю никаких предметов здоровья по сравнению с шестью видами оружия, или наоборот. У меня слишком много здоровья, но тогда у меня нет оружия, чтобы нанести урон. Я мог бы сказать то же самое о предметах обновления. Как только я их получил, я так и не смог ими воспользоваться. И это действительно самое большое, что я мог бы сказать отрицательно. Это просто отсутствие последовательности. Здесь и там есть некоторые ошибки, которые ты найдешь, и это чертовски ранняя игра. В какой-то момент я сбился с карты. Быстрая перезагрузка исправила это. Но подобные ошибки со временем будут исправлены, и, надеюсь, исправлены. Кроме того, я надеюсь, что грамматика со временем улучшится, так как некоторые предложения трудно читать. У меня не так уж много негативных вещей, чтобы сказать об этом. Может быть, возникнет больше негатива, как только я получу больше игрового времени. А теперь быстро. Пришло время для лучшей части любого видео. И нет, это не реклама. Это мое собственное мнение об игре. Хорошо, я действительно наслаждаюсь игрой. Я тот, кто недавно участвовал в Rogue Valley Caisse и Metroidvania в прошлом году, и эта игра просто так сильно меня связывает. Я высоко отзывался о Hollow Knight, когда играл в нее. Если ты видел мое видео об этой игре, и эта игра имеет много общего с ней, и это только ранний доступ. Бои и движения такие плавные. Удовлетворение от того, что ты уклоняешься от атаки с помощью идеально рассчитанного рывка и убиваешь большого врага. Это действительно здорово. Конечно, все наоборот, и быть убитым нехорошо, но кого это волнует. Игра определенно является жемчужиной в жанре Rogue Valley Caisse. Милый художественный стиль, милые НПК, и многому нужно научиться. Я надеюсь только на успех этой игры, и я надеюсь, что буду играть в нее до конца. Надеюсь, это видео помогло тебе обучиться и показало тебе все, что ты хотел знать об этой игре. Спасибо, что посмотрел, увидимся в следующий раз. О, и конечно, Сап, если тебе понравились видео. Я играю в самые разные игры на Твич и снимаю видео, когда могу. Спасибо, что наблюдаешь и поддерживаешь. Увидимся в следующий раз.